Я знаю, что этот мир не наш дом. Это всего лишь временное пристанище. Мы просто проходим мимо. Мы принадлежим другому царству, и если внимательно прислушаться, мы можем услышать бой другого барабана. Мы маршируем под игру другого барабанщика. Наше царство перевернуто. Первое в нем – последнее. Бедное в нем – богатое. Малое в нем – великие. Слабое в нем – сильное. Слуга – это лидер. И я знаю это, потому что регулярно путешествую по миру, и у меня есть возможность увидеть великие проявления доброты смиренных слуг. Я вижу необычайное мужество. Я вижу поразительную веру. Я знаю, что на небесах нас ждет великое удивление, когда мы узнаем, кто были настоящими героями среди нас. Я хочу рассказать вам историю об одном таком герое. Во время великого голода в Эфиопии люди умирали не только от голода. Я был свидетелем того, с каким мужеством работала церковь Эфиопии при сильнейших гонениях коммунистического правительства. Церкви были закрыты, двери опечатаны. Стало незаконным собираться для прославления, незаконными стали молитвы, незаконно стало открывать и даже хранить у себя домописание. Церковь быстрая и тихо была загнана в подполье. Пасторы и евангелисты подвергались преследованиям, публичным избиениям, их бросали в тюрьмы. В эти годы я несколько раз встречался с лидерами Эфиопской церкви, очень осторожно, под покровом ночи. Они нуждались в поддержке, им нужно было слышать о нас, о том, что происходит в мире. Для них обычным делом было передать мне через стол их тайную Библию и спросить, «Весс, что Бог в последнее время говорил тебе?» И я около часа мог разбирать с ними Писание. Потом я возвращал им Библию, смотрел на них, и видел глаза, полные слез. Их дух был наполнен, но через час они снова передавали мне Библию и снова спрашивали, «А что еще говорил тебе Бог?» И мы часами беседовали по ночам, такие изголодавшиеся, такие смелые. Часто меня просили завершать такие встречи молитвой, и, глядя на присутствующих, я видел синяки, я видел сломанные кости, я видел шрамы, и я чувствовал себя мальчишкой среди этих настоящих мужчин, самым недостойным вести молитву. Однажды я находился в городе Содда, на юге Эфиопии. Я познакомился там с одним удивительным божьим мужем, Тадеса Асей, пастором, который не прекращал проповедь Евангелия. Он приводил коммунистов в бешенство. Он множество раз подвергался избиениям, а они умели избивать. Но он не останавливался. Его специализацией было проповедовать на похоронах, однако делать это было запрещено, и коммунисты знали, где его найти, потому что он всегда приходил на похороны. А похороны в те дни происходили часто, как вы можете себе представить. И, наконец, коммунистам надоело возиться с Тадеса. Его схватили и бросили в тюрьму. Он решил для себя, «Если я в тюрьме, и хуже уже некуда, то зачем мне останавливаться?» И он проповедовал Евангелие своим сокамерникам. И этим он еще больше разозлил коммунистов. Они сказали, «Мы должны заставить его замолчать. Мы сделаем это в назидание, чтобы заставить замолчать всех, кто посмеет следовать за этим Иисусом». Поэтому они решили казнить его. Они собирались казнить его на электрическом стуле на площади города Содда. У них не было настоящего электрического стула для проведения таких казней. Поэтому им пришлось собрать что-то подобное. И они придумали примитивное устройство из изоляционного материала и голых проводов, свисающих с дерева. Тадеса должен был взяться за голые провода, обмотать их вокруг рук и держаться за них. Пастор стоял на коленях на всеобщем обозрении на площади, пока эти люди выступали с речами, чтобы высмеять его и прославить коммунизм. Они дали ему пару минут, чтобы он мог побеседовать с Богом. И затем нажали переключатель. Со звуком «пссс» во всем городе выбило пробки. Везде потух свет. Повсюду был дым, искры, но пастор был жив. Они его подняли, потащили обратно в камеру, привели электриков и сказали, «Сделайте все как надо, мы проведем повторную казнь завтра утром». Всю эту ночь Тадеса проповедовал в тюрьме. Что же еще ему оставалось делать? Ведь теперь он знал, какая его ждет судьба. «Я умру, все будет кончено, и я попаду на небеса». Он проповедовал. На следующее утро его вывели на площадь, предварительно все починив, и провели ту же процедуру. Те же речи, пастор на коленях, ему дали возможность обратиться к своему Богу, если он хочет. Они нажали переключатель, «пссс», и везде снова погас свет. От него отцепили провода, повсюду дым, а он по-прежнему был жив. И тогда они сказали, «Убирайся, мы не знаем, что делать с такими людьми, как ты». Я познакомился с Тадеса через несколько часов после этого. Он медленно, превозмогая боль, поднимался на холм, на котором я стоял. Познакомившись с ним, я сказал, «Пастор Тадеса, я представляю тысячи христиан в Америке, которые знают о вашей беде в Эфиопии, и мы молимся за вас». Он ответил, «Да, спасибо, Вес. Когда поедете обратно, скажите этим людям, что мы тоже о них молимся». Я сказал, «Хорошо». И он пошел дальше. А я подумал, «Как же я не спросил, куда идет человек, избежавший смерти?» Мы позвали его и спросили, «Куда ты идешь?» На что он ответил, «Лучше вам об этом не знать». Мы сказали, «Но мы хотим знать правду, куда ты идешь?» Он ответил, «Я иду проповедовать на похоронах». Я побежал за ним. Я подбежал к этому человеку и сказал, «Погоди, ты сказал, что вы молитесь о нас? А когда вы молитесь о нас, людях Запада, о чем именно вы молитесь? Пастор Тодесса сказал, «О, брат, те страдания, которые вы видели, жестоки и ужасны, однако они совершенно не сравнимы с вашими страданиями». Я сказал, «Неужели? Почему же?» Он ответил, «Это вы мне скажите, почему?» «Здесь, в Эфиопии, при таком давлении, мы молимся целыми днями, потому что нам нужен Бог, чтобы дожить хотя бы до заката. А мне рассказывали, что в Америке все хорошо, у вас все довольно спокойно». И я слышал, что последователь Христа может не молиться целыми днями, а некоторые люди, как мне рассказывали, могут не молиться неделями. «Это возможно, Вес?» Я ответил, «Да, Тодесса, это возможно». Он сказал, «Мы здесь рискуем жизнью, чтобы собраться для общения. Мы нужны друг другу в теле Христовом. Мы можем собираться лишь в оврагах между горами и только под покровом ночи, и только когда нет луны, и царит кромешная тьма». Но этот риск стоит усилий, потому что мы нужны друг другу. «А у вас везде церкви, практически на углу каждой улицы в Америке. Вы можете идти туда, и можете свободно славить Бога. Никто не вбегает туда. Никто не вытягивает вас из церкви. Никто не избивает вас. Но мне рассказывали, что в хорошую погоду многие христиане предпочитают сходить, как это вы называете, пикник, а не в церковь». Я ответил, «Да, ты прав, брат, и это тоже правда». И он сказал, «У нас была одна Библия на всю мою церковь. Кто-то нашел ее, и я разорвал ее на части». Я спросил, «Правда, ты порвал Библию на части?» Он ответил, «Мне пришлось это сделать». Но я раздал страницы, и мои прихожане запомнили эту книгу наизусть. Нам нельзя, чтобы кто-то поймал нас с ней. Поэтому в глубоких оврагах, посреди ночи, когда я проповедую, я говорю, «Мне нужно процитировать Исайя 58». У кого эта глава 58 из Исайи? И из тьмы восстает 58 глава книги Исайи, и я слышу Божье Слово из уст одного из моих прихожан. И еще он сказал, «Мне рассказывали, что в Америке даже у неверующих есть Библии. Вы можете иметь их сколько угодно. У христиан может быть по семь или восемь Библий, но бывает, что некоторые из них могут, имея в руках Писание, целыми днями обходиться без чтения его. А некоторые живут от воскресения до воскресения, не читая Библии. Это возможно?» И, наконец, несколько лет спустя коммунистический режим пал, и церкви после 17 лет гонений вышли из подполья. И, несмотря на то, что многих убили, на первом воскресном собрании церкви, к великому удивлению, всем желающим не хватило места. Во время притеснений церковь выросла в пятеро. Не все желающие даже смогли войти. Только Бог может сделать такое. В следующее воскресенье им понадобилось установить колонки на парапетах церквей, потому что намного больше людей сидело на холмах вокруг церкви, чем тех, кто смог войти в здание. А тому, кто хотел войти в церковь и сесть, нужно было прийти на два или три часа раньше. Когда люди делились всем тем, через что им пришлось пройти, возникало стихийное прославление, переполнявшее их сердца. Волна притеснений прокатилась по всему Ближнему Востоку, а теперь на всем Ближнем Востоке образовалось множество христианских церквей. И Эфиопия стала каналом к Ближнему Востоку, где, я думаю, будут написаны остальные главы человеческой истории. Откровение, глава седьмая. «После сего взгляну я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Сие облеченные в белых одеждах кто и откуда пришли? Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Пусть Бог дарует нам милость, чтобы мы были достойны стоять рядом с ними». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok